друзья взял айран такой вот сейчас находимся на турецкой части на турецкой стороне острова кипр вон видите он там вот граница у нас идет вон она там стоят эти таможенники пограничники скажем так сейчас уже переходим в обратную сторону и так как вообще хотелось поесть но то ли из-за жары то ли не знаю почему есть просто не могу не хочется есть поэтому решил хотя бы выезжая из этой с этой турецкой стороны мы еще сюда даст всевышний еще вернемся встречи с амуром будет у меня сегодня была такая разведывательная разведывательный поход сюда чтобы проверить до экспедиции можно ли сюда пройти мне со своими документами или нельзя оказалось что все очень просто хотя до этого официально они мне запретили проходить а здесь же даже слова не сказали так и сейчас попробуем наш айран вот этот айран да так ну-ка держи-ка камеру вот этот айран стоит 2 евро все таком большая бутылка да точно такой же айран но не такой же айран естественно другой на той стороне границы маленькая бутылка стоит 250 евро то есть понимаете какая разница ну правда еще конечно зависит от магазина наверное от качества я думаю что турецкая иран даже на стороне просто смочи смочниковский вообще вообще классно это сила вот такая вот житуха тут друзья проходит сейчас я вам покажу еще ту сторону города эту сторону я уже более менее заснял здесь по большому счету принципе то вся весь город вот эта сторона до турецкая сторона это что это вот эта центральная часть которая в которой вот эти магазинчики с вот с этим левым товаром любой 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 бренд любой товар даже даже бриони они умудрились сюда написать бриони костюм который 5 штук стоит они здесь даже вот эти футболки написали бриони представляете то здесь можно все купить и цены здесь 5 евро 10 евро 30 евро в общем в 10 раз дешевле чем обычно а если брать бриони то он даже в 100 раз дешевле чем чем обычно вот такие вот дела вот потом что еще это вот центральная часть потом дальше туда там идут такие улочки а не знаете какое напоминает я думаю что вы смотрели фильм бриллиантовая рука где он там в турции этот в турцию он типа идет хотя это место само не в турции снималась если я не ошибаюсь их съемки проходили в азербайджане сейчас не буду утверждать не помню вот где он идет типа по турции и там будет обликом орали что-то такое никулин вот там такие улочки были такие узенькие такие непонятные вот типа такого улочки это вот в той стороне там лежат они такие немножко грязные такие затхлые скажем тогда но все там нормально плане того что нету ужасных запахов все так хорошо там было прогуливаться тоже интересно точнее было прогуливаться вот то есть не было бывает иногда противно когда видишь какие-то вещи такие грязь такая все противно а здесь же несмотря на то что видно что не богато все ну как-то приятно чисто так более-менее если так говорить то есть приятно было находиться там вот и все вот она вот такая вот вся часть ну еще и мечеть там есть одна по крайней мере я был в одной мечети маленькой где который просто мечеть и вторая мечеть это бывшая бывший этот синие с катадрал до катадрал то ли католические то ли не знаю сейчас какой точно то есть ведь скорее всего католический да потому что там видно было что раньше это был как знаете собор парижской богоматери примерно в таком стиле это все строилось потом это стало мечеть то есть вот такие его дела что же мы заканчиваем на этой стороне сейчас подъем нашего айранчику еще и пойдем уже обратно на ту сторону я уже эту границу снимал поэтому снимать ее не буду тем более они запрещают там снимать вот смотрите анзор тв двигаемся в голливуд солнечную полифорнию попозже на связи